который можно сформулировать примерно так что знает человек и что может создать человек или на что способен человек это эта тема она особенно сейчас актуальна поскольку вы знаете что со времен ренессанса когда христианском мире возникла реакция на то что этот мир развивался совершенно далеко от интеллекта тут не было никакого интеллектуального развития был совершеннейший застой мысли такая культура развивается естественно внутри этой культуры были люди с высоким интеллектуальном уровне с высокой потребности к интеллекту и они возбудившись этим они совершили интеллектуальную революцию ревформация не роматься а ренессанс или создать и возрождение это возрождение чего кстати возрождение античности то есть примерно за две тысячи за полтора тысячи лет то этого больше полтора тысяч двух тысяч лет до этого что было они это возродили и они начали наконец через почти две тысячи лет они начали читать какие-то книги которые не у них было кстати не их книги и читать стали как это ни странно на арабском языке потому что все антично сохранилась на арабском языке как только ислам возник и с первых шагов началось усиленный перевод всех антично греч древнегреческих работ на арабские и европа когда захотела прочесть аристотеля платона захотела прочесть то европа прочитала их на арабском языке на другом языке не было поэтому первая интеллигенция христианской мире она читала только на арабском языке и потому что они очень любили арабов а потому что другого не было литература была на арабском языке и они вынуждены были например такого человека как вы знаете который божественную комедию написал данте он все свое образование получил на арабском языке прекрасно арабский язык он и возникает во время ренессанса реакция на это и возникает идея о том что прежде всего это развитие человека и прежде всего это человек поскольку до этого человек как физическое существо человек как интеллектуальное существо она подавлялась христианском мире это христианство не имеет отношения христианском мире физическая сущность человека считалась обузы для человека интеллектуальная сущность считалась обузы для человека блаженные нищие духом они говорят что сейчас говорят что это не так евангелие осмысливается и они тяжелых евангелие смысл главное как люди осмыслили и я смысли в буквальном смысле и они стали нищие духом вы стали совершенно не образованным как реакция на это человек становится центром физическом мире физического своего облике интеллектуальном облике а другой уже религиозно уходит на задний план и начинает рисовать человека человек как только начинает рисовать начинает рисовать его естественно без всякого прикрытия если до этого если мы посмотрим с вами средневековая картина то этого в основном можно было видеть только лицо человека женщина лицо а все остальное как-то было когда не очень удачно выкроенная одежда была там такое ощущение что одежда просто воздухе висит там ничего нет или просто стерчен как на маньяна бывает стерчен и голова вот так рисовали то есть старались как возможно подчеркнуть что все остальное нету и не надо потому что пока есть все остальное человек никогда ему не видать рая пока он все это от всего этого не откажется умерщвление плоти весь понятие умерщвление плоти когда тело умерщвляется вам зале ножи в тело язвы создавали то есть всячески измываются над телом чтобы показать что вот тело-то не причем главное моя вера вера была интеллекта не было и реакция на это была естественная реакция была ренессанс который сказал что все для человека и человек является мерой всех вещей правда это выражение это не ренессанское это древнеримское но тот смысл был опять повторен человек есть мера всех вещей вот когда это античная высказывать человек мера есть вещей она повторилась то человек стал символом всемогущества постепенно постепенно это перешлось к нам сейчас мы с вами когда даем оценку чему-нибудь мы даем оценку это с точки зрения каких-то людей мы говорим кто-то сказал когда философ мы говорим ученые доказали вот это выражение какой-то философ сказал сразу тишина наступает если он сказал что еще или же ученые доказали ученые доказали все на этом кончается и возникает выражение ненаучно что такое выражение ненаучно и вот если например кому-нибудь из вас что-то сказал сказать или не научно первая же реакция это наш не бежит ненаучно что такое ненаучно ненаучно это значит не совпадает с мнением ученых вот сразу у нас возникает та же фетичизация ученых науки значит ученые все знает раз ученый сказал о чем-то значит так и есть и это признак того чтобы вообще о науке понятия не имени а ученых понятия не имя потому что если бы вы взяли бы самих ученых выдающихся ученых читали они такую глупость не говорят потому что он то на своем опыте убедился что он противоречится всем предыдущим ученым и все последующие ученые противоречат ему если он порядочный ученые он сразу соглашается это был редчайший случай когда сразу соглашались обычно сразу на дыбы становится если это задевает самолюбие надо бы становится и подавляет все остальное все новое течение ученые подавляют если он там нобелевский ларит или академии подавив он спокойно сидит после смерти все опять возрождается либо же если он не имеет вот такого смысле эмоционально такую безнравственность эмоционально чтобы возвеличивать себя он просто не понимаю вот это то что к сожалению характерно когда мы своих рассуждениях пользуемся непреложными законами созданными отдельными людьми при этом как правило взять мысли одно группа людей этими мыслями контролируются все остальные ученые наукой как только что-то богословие говорится сразу показывают как только свое время дискуссии были когда богословие по поводу теории Дарвина говорили как только свое время да и сейчас еще большого часть населения как только сотворение человека речь идет и ссылаются на то что вот там сказано библии в куране сказано сотворение человека сразу с такой насмешливой улыбкой глубокомыслия начинают улыбаться мол ну мы то знаем как произошло человек я сам присутствовал при этом когда человек начинает саркастично улыбаться зная что произошло вот тогда он доказывает уже теорию Дарвина обратным способом что сперва были люди а потом возьмите вот такие обезьяны как те обратные валюты обратные валюты на самом деле происходит и если действительно до обезьян мы дойдем это уже еще хорошо их жизни строил свою жизнь по науке по какой науке строить по физике по физике про это строят а телевизор купил там канализацию провел сегодня в порядке по химии что-то там съел чтобы там посмотрел какой-то там искусственные кого-то материал купил отдел на себя по биологии биологии на что он лечился вот это есть жизнь вот это жизнь то жизнь который сейчас который живут все животные все животные живут согласно законам физики биологии химии абсолютно точно живут до тех пор пока это животное живо пока животное живет наши и он она не противоречит ни одному закону мира потому что не смог бы жить значит точно соответствует законам биологии законов химии законам физики ну единственно математикой может быть особенно не занимается но там тоже знают да там например у него там четверо детенышей наших четыре раза надо корректу элементы математики все как только мы с вами согласуем свою жизнь сети мы здоровыми нормальными живем только пришел домой покушал лег спать все это согласно законам биологии которые для нас уже физиология поскольку это наша биология физиология живем и пока до тех пор пока мы так живем на если так живем то мы ничем не отвечаем так живем и никто это и не называет жизнь это уже я не знаю каким надо бы человеком назвать обычно жизнь называют когда ты считаешь ты правильно живешь удачно живешь выбор твой правильный когда девушка выходит замуж находится там встречает своего жениха по какому закону по химии выбираем по физике выбираем по биологии выбираем по какому почему выбираем когда у матери ребенок растет у нее на руках по какому закону она смотрит за дать им ребенка по биологии физики химии биологии физики не приуда можно дать так и делаю я как только по закону биологии физики и 7 пройдет отдаешь приют приюте то же самое то же самое все законы принимаются еду дают такую чтобы ребенок остался жив и не выбраться закона знаю что есть закон притяжения а мать почему не отпускает ребенка по какому закону мать не отпускает ребенок нет такой науки нет науки вообще о человеческой жизни человеческой жизни не не исследованы ни одной наукой и когда мы с вами говорим это научно и не ли не научно то мы можем это говорить только относительно животные нашей жизни да если я строю дом дом должен быть построен научно и не научно это правильно если я там плыву где-то научно и не научно но как только речь идет о человеке а не биологическом существе наука наука пропадает нет такой науки потому что здесь уже возникает совершенно другие законы неведомые человеку неконтролируемые человеком и зависящие от того кто это говорит законы физики рассматривается не имеет значения кто это говорит институт когда принимают принимать любого человека который тест прошел чисто интеллектуальный тест любые два человека один из которых отравил всех своих соседей только ради того чтобы съесть там их долгу другой человек который целый год посвятил тому что ходил приюта помогал дети маленьким детям все последние отдавали они приходят сейчас сдавать вступительный экзамен по физике там биологии есть какая-нибудь разница если оба они сидели потом еще год учились интеллект у них примерно одинаково никакой разницы когда их будут брать на это будут обращать внимание что он там натворит кто-нибудь требует справку того что кого-нибудь ты кормил когда он был голодный кого-нибудь отнял ты еду институт требует такую справку все да значит мы с вами поступали на интеллектуальное поприще выходе двигаемся абсолютно не имея никакого отношения к тому какова порядочность наша какова наша нравственность значит вся наука она безнравственна и об этом сами откровенно пишут только не так пишут безнравственно как-то неудобно становится да другу там еще нам узнают что он безнравственность совсем и уйдет от него они пишут не имеют отношения к нравственности то есть я очень нравственный человек но ко мне это не имеет отношения пока я как ученый выступаю они сами это пишут что не имеет отношения как только имеет отношения сразу возникает вопрос что а как ты выяснил вот это ученые это или не ученые на востоке в дальнем востоке ближнем востоке это всегда была первая задача обучение начиналось с порядочностью об этом говорил в свое время конфуции об этом говорил в свое время наш пророк что нельзя безнравственному человеку давать знания это разный совершенно подход нашу жизнь либо она идет в русле человеческой мысли мы по людям их строим по культуре строим которые нас окружают и тогда она безнравственность совершенна не иметь никакого отношения нравственности все зависит от характера человека один просто скромный другой нескромный один порядочный не пара по разные люди но принцип жизни не иметь какого отношения к нравственности либо же наша жизнь абсолютно не имеет никакого отношения к науке то есть она не научна и если наша жизнь не научна то приходите гордиться такой жизнью потому что когда она научна она не имеет отношения к нравственности научная должна быть наука наука не научная это нельзя потому что она должна быть научная наука но жизнь человека не должна быть научной потому что наука не имеет отношения к нравственности вот это я хочу чтобы вы ясно поняли и не поддавались на эту удочку когда пишут что ученые что-то доказали ученые ученые доказали только то что относится к науке проблема науки ученого под возьмите его и скажите а надо мне родить ребенка или не надо вот пусть он ответит когда он ответит тогда наши наукой иметь как ученый мир какой-то отношения ученый пойдет руками скажи откуда я знаю у меня самого ни одного ребенка не а я вот с утра до вечера пишу о том как надо воспитывать детей на самом деле я читал такую книгу году написано было американка 1 а воспитание принцип воспитания детей на кодоставь полностью книга и на свой голову да она предусловие написал что вот она касса старая дева никогда не имен кого ребенка воспитали детей написал и написала все с точки зрения науки тоже все остальное по получаются фантазии а фантазии люди не воспринимают вот это то что мы с вами должны всегда ясно себе представлять что когда мы с вами возвеличим человека ставим его центр то мы тем самым разрушаем целые поле окружающих человека нравственное поле которые не подвластны человеку и о котором человек ничего не может потому что способность человека знать если она научно туда не имеет отношения не научно мы с вами не воспринимаем мы можем с вами читать например дальневосточные работы там массы вещей такого типа написано китайская японская индусская написано но воля нашей уже потому что один говорит так надо и там тоже это то же самое тоже есть огромное разнообразие внутри буддизма есть несколько течений которые не похожи друг на друга китай и таусизм из конфуциации из которых тоже не похожи друг на друга а какой этих выбрать венди еще есть десятка еще других религий какой из них выбрать хотя но в общем то же есть ваше мы переделились но конкретно разнообразие получает мы должны с вами ясно понять вместо человека мироздания что он знает что не знаю мы должны с вами ясно понять в чем рассчитывать на человека а в чем не рассчитывать вот чтобы мы это с вами знали бог нам послал это знать это знание послал непосредственно поместить в аккуратненько если мы внимательно с вами читаем то то что чем бог сказал о нас самих в очень сжатой форме это фактически то что сейчас я просто достаточно долго говорил я просто суть того что кураник арм сказано современным языком пытался выразить и все потому что все что нужно об этом кураник арм есть единственное что нужно это внимательно его прочесть и тогда мы с вами все эти вопросы уже услышал от самого бога я вот сейчас вам прочитаю читаю аяты послушайте внимательно и посмотрите насколько ясно бог нам объясняет что мы с вами можем делать на что мы с вами можем рассчитывать опираясь на наши собственные силы и что нам не подвластные силы и что нам не подвластно из тех читаем мы кураник арм кто на небесах и на земле только аллах ведает сокровенное а люди не знают даже когда их воскресят более того люди не познали будущей жизни они терзаются сомнениями относительно нее они слепы перед ней 27 40 65 66 аэр что такое сокровенное сокровенное это то что имеет отношение к нашим разуме то что имеет отношение к нашему познанию физически химически биологически так далее познание это откровенно это не сокровенно это мир который нас окружает это мы сами и мы можем спокойно изучать себя как физическое существо мы спокойно можем изучать окружающий мир как физический мир и это является для нас откровенно то есть явно ранее как называть объявлен мы это смогу можем изучить и сами понять это а вот то что я до сих пор говорит как нам жить каковы принципы нравственности вот это является сокровенным потому что она сокрыта от нас мы не можем изучить его потому что его результаты он сам то есть закон нравственности имеет отношение к будущем а по поводу будущего посмотрите что бог нам говорит они терзаются сомнениями относительно будущего на самом деле до любого возьмите человека особенно современного интеллектуала и посмотрите как он будет что он будет говорить по поводу будущего один будет пытаться говорить что вот там случаясь клинической смертью показа показа вроде бы что будущий жизнь есть другой говорит что нет это наука это же фантастика это сказки наука доказала что ничего нет один будет говорить о будущей жизни непосредственно будущей жизни то есть что его ожидает он скажет что меня ожидает то что я создал собственными руками помните человек кузнец своего счастья вот кузнец свое счастье он остается кузнецом и нам больше ему не надо рассчитывать у него и мозги кузнеца не только руки кузнеца кузнец действительно кузнец свое счастье но мы же не хотим быть кузнецами мы еще хотим чуть-чуть думать прежде чем хватать молоток кувалду стукать об железо вот один говорит что люди сами строят свое будущее другой говорит что вот я устроился на работу я знаю что меня ждет третий говорит а что будет будет не имеет значения три дня живем всего четвертый другой говорит вот это и есть то что бог говорит что люди терзаются сомнениями относительно своего будущего почему терзаются потому что будущее имеют отношение и связано сокровенное с нравственным законам будущее зависит не от того каковы сейчас законы физики и биологии будущее не зависит от того что ты заработал что не заработал будущее зависит от того что там спортом занимался или не занимался все это какие-то составные части будущего но будущее от этого будущее зависит от того каковы твои мысли сейчас и и мысли не о науке мысли не о биологии а мысли о твоем отношении к людям твоем отношении к людям как ты мыслишь себя среди людей что ты хочешь по отношению к ним вот от этого зависит будущее а бог нам говорит люди не познали будущей жизни они слепы перед ней это мы на самом деле не познали закон дравсинности не познала будущее жизни не познавая все это имеет отношение к сокровенному сокрытого их можно только принять но при одном условии если ты достойный об этом мы еще будем говорить дальше я считаю